Привет, с вами Soer. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня немножко поговорим про абстрактные типы данных. Зачем это надо? Ну, как правило, это спрашивают на собеседованиях. И я постараюсь рассказать достаточно просто и в достаточном для собеседования объема, зачем это все надо и что, по сути, из себя представляет любой абстрактный тип данных. В реальной жизни, конечно, редко кто сильно заморачивается на обсуждение того, что является абстрактным типом данных или нет. То есть проектируются конкретные типы данных. Как правило, они абстрактные, но иногда бывают с конкретной реализацией. И вот сегодня мы немножко об этом поговорим. Если разговаривать про определение, то абстрактный тип данных – это описание группы операций, которые применяются к каким-то данным. То есть в этом определении ясно, что никакой реализации в абстрактном типе данных нет. Это и делает его абстрактным. То есть повышение уровня абстракции заключается в том, что мы знаем, что мы можем выполнить с данными какие-то операции. И в случае с распространенными, с популярными абстрактными типами данных, о которых мы сегодня поговорим, эти операции очень простые. Можно сказать, даже примитивные. А в случае, если мы говорим какие-то абстрактные типы данных, которые мы разрабатываем в рамках приложения для решения конкретной бизнес-задачи, то эти, соответственно, действия могут быть достаточно сложными. Поэтому здесь нет разделения между тем, должно ли это быть примитивное, простое действие, которое атомарно по своей структуре или не атомарно, неважно. А именно о том, что действие должно быть определено, количество этих действий должно быть ограничено, и ничего не должно быть сказано о том, как физически это все реализуется в виде структур данных и алгоритмов. И вот это называется абстрактный тип данных, если очень-очень упрощенно. То есть абстрактность это как раз отсутствие реализации. И у такого подхода, то есть выделение при архитектурном проектировании абстрактных типов данных, понимание их функционирования и поведения позволяет, соответственно, спроектировать систему до того, как ее реализовать. И имеет достаточно много преимуществ использования именно абстрактных типов данных. И по сути многие разработчики, делая интерфейсы, делают в некотором смысле абстрактный тип данных. Это очень-очень такая тонкая граница, и о нюансах очень много споров идет, поэтому мы не будем останавливаться на этом здесь. Можете написать в комментариях, чем интерфейс отличается от абстрактного типа данных. Вот, как я уже сказал, совсем-совсем упрощенно. У абстрактного типа данных есть группа операций, описывающих, что можно делать с данными. Дальше. Что это нам дает? То есть какие преимущества нам это дает? Ну, во-первых, простота. Естественно, простота заключается в том, что читая код, мы видим операции, то есть логику работы над данными, не рассматривая реализацию, не рассматривая то, как это все сделано. Соответственно, абстрактные типы данных, они инкапсулируют и скрывают информацию о реализации. За счет этого мы можем работать только с набором операций, которые нужно выполнить над данными, и понимать, соответственно, меньшее количество операций проще и быстрее, чем разбираться во всех нюансах реализации. Естественно, если мы захотим уже посмотреть, как реализован абстрактный тип данных, там появится много дополнительных нюансов, и сложность такой задачи, естественно, возрастет. Дальше идет еще один важный момент, это гибкость. Раз нет информации о реализации, реализовать мы можем как угодно выбрать более удобную структуру данных. О структуре данных я, надеюсь, я сниму отдельное видео, там тоже достаточно немного основных структур, которых нужно знать. Соответственно, мы можем при реализации абстрактного типа данных выбрать необходимую нам структуру и реализовать действия над данными, исходя из требований к задаче. То есть мы можем оптимизировать тот или иной параметр в зависимости от того, насколько эффективнее нам нужно построить программу. Если нам нужно ускорить ее по времени, мы можем использовать больше памяти. Если нам нужно использовать оптимизацию по памяти, мы можем больше нагрузить процессор, сделать больше операций, И балансировать уже в зависимости от наших задач. То есть гибкость абстрактного типа данных заключается в том, что мы можем спроектировать программу, а реализовать и нюансы реализации придумать позже. Это тоже очень удобно и очень важно. Дальше, понятное дело, повторное использование. Абстрактный тип данных, он идеально подходит для того, чтобы провести границы и, соответственно, в рамках этих границ реализовать уже логику работы позже или в момент проектирования, неважно. Но самый абстрактный тип данных за счет инкапсуляции и сокрытия, он, соответственно, проводит границу и, соответственно, вы можете вынуть этот тип данных и использовать его в другом месте. Это удобно и за счет абстрактности достигается, соответственно, более гибкое повторное использование. Дальше идет модульность. Модульность это прямое следствие наличия границы, то есть наличие архитектурной границы, наличие количества действия, ограниченного количества действий, которые мы можем выполнить с данными. И, соответственно, модульность позволяет нам и реализовать повторные использования. Это, в общем-то, два таких очень-очень связанных между собой бонуса. Ну и последнее, это, конечно, эффективность. То есть, когда мы говорим о любом интерфейсе, о любом наборе данных и ограниченном количестве действий над этими данными, мы говорим одновременно и о том, что количество взаимодействий с таким ограниченным набором данных тоже ограничено. То есть, чем меньше у нас у ATD методов, тем меньше вариантов использования этого ATD. Соответственно, тем эффективнее и проще мы понимаем, как работает программа, тем эффективнее мы можем реализовать ее взаимодействие. Чем, соответственно, больше, чем более раздут у нас набор действий над данными, тем эффективность меньше. Но, тем не менее, за счет того, что мы можем контролировать это количество вот этих как раз действий над данными, мы можем и эффективностью управлять. То есть, эффективность работы абстрактного типа данных определяется богатостью или обширностью его методов, которые могут модифицировать данные. Соответственно, чем меньше и жестче мы проводим границы вокруг этих методов, тем выше мы можем позволить себе эффективную работу этого абстрактного типа данных. То есть, в абстрактном типе данных мы можем управлять эффективностью. И, как правило, вот стандартные типы данных, абстрактные типы данных, о которых мы поговорим далее, они очень-очень эффективно организованы за счет того, что у них не очень большое количество основных действий. Но это, кстати, дает и гибкость, и возможность их повторного использования. Оказывается, что небольшое количество действий может дать достаточно большое количество бонусов в виде использования во многих алгоритмах. Потому что на то и популярными являются те абстрактные типы данных, типа стек, очередь и так далее, о которых мы будем говорить, потому что они достаточно просто с позиции интерфейса, с позиции набора данных и набора методов устроены. Теперь давайте коротко пробежимся по основным структурам, которые могут вас спросить на собеседовании, что они себя представляют и, как я уже сказал, раз это абстрактные типы данных, реализация этих методов, которые есть в том или ином абстрактном типе данных, нас не интересует. Первое, что практически всегда всех спрашивают, это стек. И прелесть стека заключается в том, что у него всего есть две операции над данными, это положить стек и достать из стека. И у меня было короткое видео про стек, но тем не менее я повторю, что по сути стек это такой стакан, куда мы кладем с помощью операции push данные, а с помощью операции pop мы сверху, с верхушки стека извлекаем. Очень простой абстрактный тип данных. Абстрактный, потому что мы знаем только какие методы в нем есть, как они реализованы, мы не знаем. Далее у нас еще одна, есть один абстрактный тип данных, который очень прост, это очередь. И в очереди все ровно то же самое, что со стеком. Единственная разница в том, что мы кладем стакан, грубо говоря, вот так данные сверху вниз, а извлекаем их в порядке, как первый элемент извлекается первым, последний элемент извлекается последним. То есть мы не с верхушки стека берем, а как бы сначала очередь. Есть два метода. Один метод добавляет в очередь данный, другой извлекает. Тоже достаточно известная и простая штука, которую, в общем-то, тоже спрашивают на собеседованиях. Я не знаю почему, потому что два метода, которые реализуют, они достаточно простые. Дальше идет очередь с приоритетом, и это уже немножко более интересная штука, потому что если мы поговорим с позицией реализации, у него тоже два метода, но появляется вот этот приоритет. И приоритет, фокус в том, что он определяет, куда положить элемент в нашем этом стакане в зависимости от этого приоритета. Соответственно, очередь с приоритетом может быть применена в ситуации, когда речь идет, например, о очереди в больнице, когда, например, пациенты с более сложными диагнозами должны пройти вперед, а с более простыми дольше находиться в очереди. То есть то, что вы первым пришли в эту очередь, не гарантирует, что не придет еще один элемент с более высоким приоритетом, который станет перед вами. И как раз очередь с приоритетом, она имеет тоже несколько реализаций, она позволяет рассматривать данные не только с позиции, в каком порядке они пришли, но и с каким приоритетом. Это тоже очень известный абстрактный тип данных и абстракция, которая очень часто применяется в различных очередях, а-ля вот больничных. Окей, дальше у нас идет еще один абстрактный тип данных, который называется список. И у списка уже все немножечко посложнее. Видите, здесь аж пять методов, которые я выделил, их может быть больше. У списка характерная его черта заключается в том, что данные, ну их тоже можно, как ни странно, представить в виде стакана, но они характеризуются своим положением в этом стакане. То есть, опять же, то, что я рисую вот такую похожую на структуру данных штуку, это не значит, что эта структура данных соответствует тому, что будет размещено в памяти. Это просто визуализация, которая нам понимает лучше понять абстрактный тип данных. Все дело в том, что абстракция всегда сложнее понять, чем что-то нарисованное. Поэтому не надо воспринимать этот стакан как конкретную реализацию. Его нужно воспринимать именно с позиции того, что данные нумерованы и складываются в список под определенным номером. То есть, мы кладем элемент в определенную позицию, и, соответственно, мы можем удалить какой-то элемент в этой позиции, а можем получить другой элемент тоже в какой-то позиции. То есть, именно список удобен с тем, что в нем есть информация о позиции элементов. Соответственно, раз элементы хранятся в какой-то последовательности, эта последовательность не всегда является сортированной. У него есть еще метод сорт и обратный сорт. То есть, прямой обратный порядок. Это удобно, когда нам нужно, например, чтобы на первом месте оказался гарантированно наименьший элемент. Мы сортируем. Если гарантированно наибольший элемент, в обратном порядке сортируем. Вот. Понятно, что список это тоже один из очень распространенных способов работы и построения алгоритмов, и работы программ. Естественно, это один из очень известных абстрактных типов данных. Следующий это сортированный список. И в нем все намного проще. В нем точно так же есть стакан. Но элемент также характеризуется своей позицией. Но проблема в том, что мы не можем положить элемент в произвольную позицию. Мы обязательно храним элемент в позиции в соответствии с порядком сортировки. То есть, в этом списке есть правило сортировки, которое определяет при операции вставки элемента, в каком месте он должен возникнуть. Соответственно, место элемента в списке может меняться. Но удобство сортированного списка заключается в том, что он всегда сортирован. И это позволяет нам оптимизировать алгоритмы. То есть, мы всегда знаем, что на первом элементе, например, находятся наименьшие, на последнем наибольшие. Это удобно, как правило, именно при работе с первым и последним элементом. Значит, соответственно, кроме того, что мы можем работать с конкретным элементом. Вот я здесь не написал. Бывает еще в этом абстрактном типе данных операция лиц, которая позволяет работать со всеми элементами. Но, смотрите, в чем здесь интересный момент. На самом деле, эта операция гораздо чаще встречается в множествах. То есть, если мы говорим о том, что нам порядок элементов не важен. Да, вот я сейчас впервые изображу что-то не в виде стакана. На виде такого какого-то множества. Мы кладем в это множество какие-то элементы с помощью метода add. И можем удалять элемент, если мы его знаем. То есть, мы знаем, что вот этот элемент, знаем его значение. Мы можем его удалить. А можем получить все элементы, но не можем получить элемент в соответствии с его индексом. Потому что множество, оно подразумевает отсутствие какого-то порядка. То есть, мы знаем, что у нас все туда что-то насыпано, но не можем в соответствии с порядком каким-то извлечь. И на самом деле, здесь еще бывает метод next, который я не указал. Он позволяет нам последовательно перебирать элементы как бы по какому-то порядку в этом множестве. То есть, мы ходим по этим элементам. И этот перебор тоже в множестве возможен. Хотя нет порядка. Нельзя гарантировать, что метод next даст всегда все в одном и том же порядке. Но можно гарантировать, что каждый элемент будет использован только один раз. Это такое итерируемое множество. Ну, это уже можно сказать отдельный на самом деле абстрактный тип данных итерируемое множество. Но, тем не менее, вот next как бы часто используется именно для того, чтобы пошагово все элементы множества перебрать. Хотя нет вот этого гарантированного порядка следования элементов. И вот, пожалуй, вот эти перечисленные мной абстрактные структуры данных являются основными. И на собеседовании, в общем-то, достаточно перечислить их стэк, очередь, очередь приоритета, множество, список и сортированный список. Это очень-очень популярные вещи. И вот в следующем видео мы поговорим о реализации, о структурах данных, с помощью которых эти абстрактные типы данных могут быть реализованы. Ну, а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.